Это наше время. Здравствуйте. На улицах мы часто видим объявления, в которых обещают помочь в получении кредита. Аналогичную информацию без труда можно найти и в интернете. Получение займов кредитные помощники или кредитные брокеры обещают всем, вне зависимости от кредитных историй, заработка или наличия работы. Насколько безопасно и выгодно пользоваться их услугами, поговорим сегодня с нашим гостем, редактором Алтайского информационного портала защиты правозаемщиков Игорем Нестеровым. Игорь Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. На самом деле выгодно ли людям обращаться в такие компании, по таким объявлениям? Ну, давайте сразу скажем так. Ситуации бывают разные и вот то, о чем мы будем говорить, это не обязательно относится ко всем, без исключения физическим лицам и компаниям, потому что в некоторых случаях действительно людям помогают взять кредит. Мы просто расскажем о тех опасностях, с которыми люди могут столкнуться. Вот самая большая опасность, с которой человек может столкнуться, это мошенники. Дело в том, что сегодня одним из признаков мошенничества является то, что злоумышленники стараются максимально копировать финансовую услугу, которую представляют банк. Соответственно, они говорят, как клерк кредитный, они представляют документы, как кредитные клерки. Они иногда даже бывают так, что имитируют работу банковского офиса, там какие-то разговоры про кредиты, стучат по клавишам, какие-то еще такие звуки. У человека создается впечатление, что он разговаривает реально с представителем банка, но на самом деле это не так. Как это обычно бывает? Человек обычно подает заявление в онлайн-банк с просьбой, в несколько, в кучу онлайн-банков, с просьбой выдать ему кредит. Дальше происходит следующее. Звонок, некий человек говорит, что вот вы нам направляли заявку, заявка ваша рассмотрена, и мы готовы выдать вам кредит. Ну, вы знаете банковские правила, учитывая, что у вас есть проблемы с кредитной историей, мы это уже убедились. Значит, необходима страховка, необходима проверка вашей кредитной истории, ну и целый ряд моментов таких. Человек обычно соглашается, с него эти деньги берут, потом, допустим, говорят, что нужно еще отправить данные в пенсионный фонд, в налоговую инспекцию и так далее, и так далее. Обычно это завершается тем, что человеку говорят, да, вам кредит оформлен, одобрен, значит, там в ближайший день-два к вам придет курьер, который принесет договор и принесет деньги. Вы подпишиваете, деньги берете. В результате у человека вытягивают столько денег, насколько это возможно. Там бывает 10 тысяч, 20, 30, 50, 100 тысяч бывает. Причем, что самое интересное, в эту ситуацию наиболее часто попадают молодые люди, там от 20, скажем, до 35-40 лет. И после того, как человек эти деньги отдает, объявление из интернета исчезает, телефон перестает отвечать, и человек понимает, что его просто-напросто обманули. Вот это вот одна из самых жестких ситуаций. К сожалению, практически каждую неделю жители Алтайского края на вот такие уловки попадают. Есть другая ситуация, есть вполне респектабельные компании, которые... Скажем так, на первый взгляд, опять же, не хочу сказать в отношении всех, но действительно ситуации бывают. Есть и на Ленинском проспекте определенные компании, которые действительно обещают помощь в получении кредита людям, которым, скажем так, напрямую вход в банк заказан. Значит, обычно в этой ситуации происходит следующее. Человеку говорят, да, мы готовы вам оказать помощь в получении кредита, давайте договор заключим. Заключается договор. Вот здесь для человека обычно наличие договора он воспринимает как некую страховку. Такое успокоение, защита. Ситуация в последнее время изменилась. Дело в том, что для мошенников и для людей, даже для мошенников и для людей, которые пользуются неграмотностью, договор своего рода тоже страховка. В этой ситуации человека обычно говорят, вы платите 10 тысяч, мы вам предоставляем банк, в котором вы можете взять кредит. Человек платит 10 тысяч, мы выдаем листочек, на котором, условно говоря, 5 названий банков. Человек идет во все 5 банков, во все 5 банков ему говорят, никакого кредита мы вам не дадим. Мы не знаем никакой организации, куда вы обращались. Дальше человек приходит назад в эту организацию, с ним уже говорят совсем по-другому. Человек идет в полицию. Очень часто так бывает и говорит, ну вот мошенники, обманули же. Никакого кредита не получил. Ему говорят, вот и договор есть. Давайте почитаем договор. А в договоре написано, что организация за 10 тысяч обещала дать лишь консультационные услуги. И по факту получается, что она эти услуги дала. И в полиции говорят, подождите, а вам же никто и не обещал, что вы кредит получите. Вам обещали консультацию, вам консультацию дали, вы за это заплатили. А то, что вы кредит не получили, это уже ваши проблемы. Игорь Леонидович, ну что в этой ситуации делать, куда вообще обращаться? В этой ситуации нужно следующим образом поступать. Здесь действительно нет мошенничества. Здесь действительно человек поставил свою подпись. Но здесь мы получили определенный совет от нашего Роспотребнадзора, Алтайского управления Роспотребнадзора. Дело в чем? Роспотребнадзор не занимается мошенническими делами. Роспотребнадзор занимается защитой прав потребителей. И с точки зрения Роспотребнадзора, вот этот договор, который заключил человек с кредитными брокерами, он является договором на оказание услуги. И как говорит Роспотребнадзор, а раз это такой договор, то значит в нем должен быть пункт, в соответствии с которым у человека есть право потребовать возврата денег либо за недобросовестную услугу, либо за неоказанную услугу и так далее, и так далее. И если в этом договоре такого пункта нет, Роспотребнадзор считает это нарушением, более того, организацию наказывает, более того, специалисты Роспотребнадзора готовы в суде защищать. То есть деньги они не вернут Роспотребнадзор, но они могут составить иск в суд и помочь человеку этот иск выиграть. Единственная проблема. Люди часто этой ситуацией не пользуются, а если пользуются, то уже проходит время для этого необходимое. Там есть срок пусковой давности? Нет, здесь есть момент первый. Дело в том, что Роспотребнадзор работает в соответствии с претензионным порядком. То есть человек, прежде чем написать в Роспотребнадзор, он должен этим брокерам написать претензию, и если ему либо совсем не ответили в разумный срок, либо ответили отказом, вот тогда человек идет в Роспотребнадзор, и Роспотребнадзор уже занимается этой ситуацией, как ситуацией, в которой нарушены права потребителей. Часто, к сожалению, бывает так, что люди куда-то ходят, где-то консультируются, не решаются, и когда приходят в Роспотребнадзор, то срок для защиты их интересов уже прошел. В целом, как Роспотребнадзор говорит, они с начала года уже несколько организаций привлекли к ответственности. Но бывает еще одна ситуация, когда люди буквально на пустом месте могут потерять свои деньги. Дело в том, что когда человек заключает договор с кредитными брокерами на то, что они ему окажут помощь в получении кредита, и потом получается так, что он сам самостоятельно берет кредит в банке без этих кредитных брокеров. Вот у нас в Барнауле есть такие ситуации, когда эти брокеры подают на человека в суд, потому что он, с их точки зрения, нарушил договор. Ну, вот у нас была недавно ситуация, когда на женщину брокеры подали иск в 50 тысяч рублей за то, что она нарушила условия кредитного договора. За то, что она выбрала другой банк. За то, что она без них получила кредит, вы представляете? Поэтому вот, когда мы говорим про то, что насколько это выгодно и насколько это безопасно, не всегда безопасно и может быть совсем невыгодно. Игорь Леонидович, к сожалению, наша программа уже подошла к концу. Я благодарю вас за то, что вы пришли к нам в студию. Спасибо. Напомню о компаниях, обещающих помочь в получении кредита. Мы сегодня говорили с редактором Алтайского информационного портала «Защиты прав заемщиков» Игорем Нестеровым. Внимательно читайте документы, которые подписываете. И до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова